Значит, вы уже были на первом концерте, так что у вас есть вопросы. Прошу задавать. Можно сидеть? Можно, спасибо. Более всего, спасибо за концерт, прекрасная музыка. И спасибо, что Пенза вошла в маршрут фестиваля. Я надеюсь, что вы, наверное, были тронуты приемы прошлогодние и посмотрели наши залы. И поэтому Пенза попала в этот фестиваль. Вот этот зал забыть было невозможно, но мы тут не выступали. И в этот раз тоже не выступили. Напрасно, я думаю. Надо было все-таки что-то небольшое здесь сыграть для ансамбля Струнного или даже Духовики. Я им сказал, пришли волторнисты, поиграли здесь в восторге, в полном от акустики. У нас квартет волторный очень хороший, они выиграли конкурсы международные. Вот пришли, поиграли немножко здесь и говорят, что прекраснейший зал. И я думаю, что это действительно предмет гордости для вас и для всех нас, потому что это российский новый хороший комплекс. И здесь в основном зале можно, мне кажется, давать и спектакли. Мы об этом поговорили. Там и оркестровая яма, и сценические возможности, и световые освещения, аппаратура. Так что у вас хорошие перспективы в этом смысле. А я стараюсь, собственно, задача очень простая. Когда я вижу, что с очень ограниченной возможности я стараюсь или губернатору, или на федеральном уровне как-то вам подсказать, чтобы немножко подтолкнуть. А если возможности уже хорошие, а здесь явно возможности хорошие, то, конечно, планируешь более смелые вещи. И поэтому, может быть, мы подумаем и на уровне театральных каких-то уже акций, а не только чисто симфонических. Может быть, что здесь будет происходить. И мы можем поддержать какие-то акции, особенно детские. Мне кажется, что это беспроигрышно. Уже не буду повторять необходимые детские хоры. Об этом речь идет уже год-два, и прогресс есть. Но хочется слышать не только огромный смешанный хор, а сводный детский хор, чтобы 500 голосов, а еще лучше тысячи голосов представляли религион. Это были дети. Не раз уже. Да, и на Олимпиаде, и до Олимпиады у нас в театре. И передавали по каналу культуры. Исключительный был концерт по атмосфере. Исключительный совершенный концерт. Для меня это был большой душевный праздник. Потому что я об этом говорю последние 3-4 года уже настойчиво. И возрождение хорового общества поспособствовало. И Олимпиада была очень хорошим поводом об этом говорить. И очень здорово, что такое решение было принято. Это решение принимал президент. И это абсолютно правильное решение. Наилучшее из всех. И церемония была, как мне кажется, великолепной. Вот, но сейчас мы все-таки сделали более широкие рамки. У нас один концерт уже прошел. Мы посотрудничали уже с этим хором, который озвучил. Сводный хор, финал, фантазии. И если бы я знал, что мы будем готовы к такому проекту, я бы, конечно, нашел бы пианиста. Просто наш пианист, который только что работал с нами, где-то там дней 20 назад в Петербурге мы исполняли, Алексея Володина. Но он сейчас во Владивостоке. То есть его перебросить не было возможности. А сейчас прозвучат тоже очень известные произведения. Прозвучал скрипичный концерт. И, наверное, те, кто были на концерте, увидели это очень перспективный, очень эмоциональный, очень насыщенный сыграл Павел Милюков этот концерт. Павел будет участвовать в конкурсе Чайковского. Пожелаем ему успеха. А сейчас прозвучит и первый фортепианный концерт. Победитель крупных международных конкурсов Бекзот Абдураимов. Он уроженец Ташкента. Сейчас он продолжает учебу или завершает учебу в США. Но работает в Москве и особенно в Петербурге. Уже его знают неплохо. В последний год-два он, так сказать, в зоне нашего внимания, я бы сказал, очень способный пианист. Мы также сыграем, думаю, несколько популярных, я даже думал, может быть, сыграть симфонию, одной из симфоний Чайковского, может быть, четвертую. Как акустически вы оцениваете филармоническую посадку здесь? Дебюси хорошо здесь, да, в зал пошел? Да, вот Дебюси – это изысканная партитура. Я ее привез именно как акустический тест. Потому что год назад мы играли в другом киноконцертном зале. И я помню, я сразу почувствовал, что надо было брать огромные произведения, потому что такая хрупкая велончелистка играла Кобекина. Она играла концерт Гайдена, и, конечно, масштабы этого произведения не соответствовали полностью, можно сказать, громадный комплекс. Громадный комплекс. По любым меркам, московским, нью-йоркским, это большой очень комплекс киноконцертный. Там надо давать, может быть, с огромным хором, огромным оркестром, с медью, с ударными. Это, мне кажется, будет оправдывать себя, вот такой выбор. А здесь можно играть все, что угодно. Вот здесь, мне кажется, хорошая ситуация у вас. Поздравляю. Ну, идея, идея, мы немножко не, мы немножко не, я первый раз это сделал с хором. Если бы я хотя бы вчера знал, что будут дети в хоре, я бы попросил бы сделать отдельно для детей, чтобы дети спели Бетховен 5 минут, там, 10 минут, а потом остались бы послушать. Потому что для них услышать такое праздновение Дебюси или услышать скрипичный концерт, это остается в памяти навсегда. Вот я даже своим сказал, перед тем, как выйти дальше продолжу, говорю, посадите детей. Потому что я увидел, в зале какие-то места были, на сцене, за сценой можно было организовать. Мы так сделали вчера, в Магнитогорске весь состав детского хора остался прямо на сцене. И слушали, это было в Магнитогорске, там тоже был хор. И они слушали, и надо сказать, они слушали, не шелохнувшись, отслушали довольно серьезную программу. Вот, и то же самое мы делали в Откинске, на родне Чайковского, тоже был детский хор. В Рыбинске мы для них сыграли концерт. Они нам спели, мы для них сыграли. Это лучшая форма. Этот фестиваль тогда раздвигает рамки чисто академических концертов. Потому что мы все уважаем, знаете, абонементный концерт. Я даю эти абонементные концерты и в Петербурге, и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии, и в Берлине, и в Мюнхене. И это все очень хорошо, но когда приезжаешь в регион, где первые шаги делают вот такие вот юные музыканты, вот их надо вовлекать активнее. И все-таки услышать такой оркестр, особенно такой репертуар, таких композиторов, это нечасто звучащие партитуры. Так что это мы на будущее учтем, если будем планировать следующие какие-то акции. Вот так вот, я пообщался только что с вашим губернатором, да, с Василием Кузьмичем, и мы знаем друг друга не один год. Много хорошего здесь сделано, много хорошего сделано, надо прямо сказать. Да, очень хорошо. Это вот будет на десятилетие такой зал. Причем это зал с виду на 500 человек. Здесь всего 200, но здесь масштабы, здесь очень хорошие масштабы этого зала. Вот и думаю, что здесь надо, акустически здесь будет просто идеально. Спасибо.